Рэкинболлс, вы слышали, наверное, её? I came in like a wrecking ball Да, а вторую? А вторую... Вдруг как в сказке? Нет, разговор со счастьем называется Ну вот это вот, вдруг как в сказке скрипнула дверь Всё мне ясно стало Теперь танцуют все Кстати, сегодня мы в школе Я спела эту песню У меня тоже будет конкурс «Проющее весна» Я там спела эту песню И все сказали, что очень понравилось, очень красиво Ну, в общем, вот такое Поэтому вы за нас болеете, пожалуйста, в пятницу Мы будем переживать, потому что это первый серьёзный конкурс Который там с такими призами в виде участия в разных... Знаете, там будет гран-при Я не знаю, там будет гран-при Первое, место, второе и третье Я знаю, что там будет билет на... Два билета участия в Голосе Нет, два билета на концерт Агутина И... Гран-при, не на концерт Агутина На участие в летнем... Нет, не в Голосе На участие в летнем фестивале Леонида Агутина Да, вот И гран-при, скорее всего, участие в Голосе Ну, мы не надеемся на первое место Потому что я сразу сказала, что расстраиваться не надо Если что, нам главное участие и опыт Правильно, Данил? Да То есть даже если ничего мы не займём, ничего не получим Нам главное выступить первый раз И справиться со своим волнением А всё остальное не важно Правильно, ребята? А если мы займём гран-при? Я не знаю, но будем тогда отмечать Ну, будет классно Вот Да, у меня есть ещё дети Это старшая Даниэла Есть ещё 8 лет Ей есть Демьян Ему 4,5 И есть Лео Ему месяц Да Не, ну, когда? Вчера, поза вчера был Вчера Вчера, подожди, сегодня какой час? Я уже запуталась Не, поза вчера был Я уже запуталась Да, позавчера Да Вот, и ему подарили такую книжечку Там, где папа, там мама записывать Там наклейки разные Там о себе записывать Вот Чай поехали пить Поехали Я с удовольствием Кирюш Чай поехали Сто лет не виделись Всё, давай, беги Всё, всем пока Всем пока Лечим лимон псориаз Вы знаете Наверное, не очень Как я всегда говорю Вам не очень грамотно было бы сказать Я лечу псориаз Или я лечу Какое-либо Заболевание Которое в традиционной медицине В книжках Академической Медицины Указаны Как Неизлечимые заболевания Заболевания Которые не лечатся Поэтому сказать так Наверное, было бы не очень грамотно А Сказать, что мы С помощью Модификации Образа жизни Модификации Образа питания Мысли Восполнение дефицитов Работы с органами Желудочно-кишечного тракта Можем ввести псориаз В стадию стойкой ремиссии Это я могу сказать точно Могу вам показать Кстати, у меня компьютер Сейчас рабочий Открыт Ну вот, пожалуйста Псориаз Что такое псориаз? Это аутоиммунные заболевания Полиорганные То есть это не только проявления на коже Это и проявления В органах опорно-двигательного аппарата Это и суставы Обязательно задействованы Чаще всего ногти Да, то есть не только проявления О которых мы привыкли с вами Видите, слышите Сейчас я вам покажу Вот, пожалуйста Вот, пожалуйста Сейчас я уберу фильтр Вот псориаз, ребят Это вот пациент Который пришел ко мне С изначально вот таким поражением А это через 5 месяцев лечения Ну, то есть вы видите, да, результат Вот псориаз Могу еще показать Это ученики онлайн-академии И не только ученики онлайн-академии Это мои личные пациенты, да, очные И ученики академии И все вместе здесь у меня Вспомнила, как постранила с вами В 2016 году Ой, очень приятно Значит, смотрите Это у нас здесь акне, ребята Акне И 6 месяцев лечения Это у нас человек так похудел Это мой, кстати, ассистент Сейчас она с нами работает Толя тут убалена Мне кажется, 40 или 50 килограмм Минус она в нашей академии Онлайн-академии здоровья Она потеряла, оставила Это наши ученики Академии здоровья Это вот похудение, да, если вас интересует Только похудение Пожалуйста, акне Во всех, в принципе, учебниках Черным по белому написано Что акне Это заболевание тоже аутоиммунное Чаще всего гормональное Нарушение гормональной системы Вот И лечится оральными контрацептивами Вот месяц у нас девочка до-после В онлайн-академии И абсолютно без единого препарата А тут плохо видно Вот больше, да Вот псориаз, опять же, вы спрашиваете Что с ним делать Но это вот девочка у нас через месяц То есть тут тоже заметно Улучшение Вот Это просто у нас худеющий Наши в онлайн-академии То есть, если вы хотите просто похудеть Мы тоже можем Вас просто похудеть Ну вот, смотрите Тоже какой результат замечательный Это все Онлайн-академия здоровья Которая, кстати, 5 апреля Да, у нас старт Это у нас псориаз Ну тоже, да Кто-то из врачей скажет, что это псориаз Кто-то скажет, что это Атопический дерматит Ну вот тоже за месяц у нас такие результаты Это акне Это Атопический дерматит Как раз-таки Ольчик, привет, привет! Я показывала только, что у тебя какая-то красотка была Ну, в общем, такое вот, да Вот, кстати, тоже Хороший результат Псориаз Мы знаем, да, что он локализуется В основном бляшками На сгибах Больших суставов Ну, такой результат за месяц Это только питание у нас Вот акне Тоже за месяц результат Ну, казалось бы, не супер Но за месяц Без единого гормона Без мази Без ничего Мне кажется, это круто Эта девочка у нас худеет Девочка тоже уже похудела Девчонка тоже похудела Это экзема, ребята Тоже аутоиммунное заболевание кожное Которое априори не лечится Ни ясной этиологии Ни ясного лечения Ни ясного патогенеза Это худеющие наши девочки Вот тоже, кстати, смотрите Мокнущая экзема Которая, в принципе, очень сложно Поддаётся лечению Без гормональных препаратов Без гормональных мазей У нас вот Тоже за месяц Такой прекрасный результат Это псориаз Не знаю, видно вам или нет Но здесь Было серьёзное поражение Тут мужчина прям Это через пять месяцев Вот Так что можем, да, похвастаться Такими результатами Рассеянный склероз Вы знаете, я не занимаюсь Непосредственно этими заболеваниями Вот в данном случае Рассеянный склероз Я не беру Лечить именно прицельно Но если человек, например, приходит С какой-то другой проблемой Ко мне по моей части Я могу сказать Что мы имеем Хорошие результаты И по этому заболеванию В том числе Вот Что делать с повышенным тестостероном Нужно понимать Откуда И какие причины Повышения тестостерона Если это женщина Или там девушка Девочка, подросток С чего вдруг У женщины Начали преобладать В избытке Гормоны Именно мужские половые То есть тут нужно понимать Может быть инсулин На это повлиял Может быть Повышенный уровень инсулина Может быть Есть перекос Женских половых гормонов Может быть Недостаточное количество Прогестерона Тут нужно понимать Откуда это Вот При грудном вскармливании У нас В принципе Ограниченный перечень Витаминок Это Омега Однозначно Это восполнение Дефицитов Хотя бы Д Хотя бы Железа Это Мультивитамины Желательно Сырые Как я Люблю Я всегда Вам рассказываю Сырые Поливитамины Пренатальные Возможно Лецитин Ну и Пробиотик Тоже По необходимости Можно ли вылечить ЖКТ Без антибиотиков Смотря какое Заболевания По желудочно-кишечному Тракту Если это язвенный колит То он В принципе Не нуждается В агрессивном Лечении Антибактериальными Средствами Сахарный диабет И артериальная Гипертензия Можно ли вылечить И хотя бы Уйти на минимум Лекарств Уйти на минимум Лекарств Можно Выпадают Волосы С чего начать Очень много Расписала Об этом Выпадание Волос Частый Симптом Который Сопровождает Большое Количество Заболеваний И Здесь И гипотиреоз И гипертиреоз Сюда же И вообще Дисфункция Щитовидной железы И аутоиммунный Тиреидит Сюда же Здесь И дефициты Микроэлементов Цинка Селена Железа Д3 Здесь И Избыток Стресса В вашей жизни Здесь И Ну Очень много Различных ситуаций Которые могут Сопровождаться Излишним Выпаданием Волос Поэтому Почитайте Все Что я писала Раньше И хотя бы Хоть что-то Изначально Проверьте Сделайте Скорпенсируйте Вот Сухая Сибария На голове Чешется Шелушится Ну Принципы Лечения Те же самые Которые Я сейчас Вам озвучила И показала Это Если это Онлайн академия Вы приходите С сибарейным Сухим Например Дерматитом Да Или сибарей Просто Вам назначается Нашим специалистом Нашим Диетологом Протокол питания Плюс Мы с вами Компенсируем Дефицит И работаем С желудочно-кишечным Трактом Фолиевую кислоту Пить Во время беременности В виде Фолата Фолиевая кислота Синтетическая Аптечная Это Одна история Фолат В виде Пять метилфолата Это Другая ситуация Которая Как раз таки Нам с вами Подходит Где купить Качественно Кокосовый сахар Ребята Очень много На самом деле Мест Где продаются Сейчас Правильные продукты Это И Ахерпы Это И Озон И Вайлдбейс И Фофрэш И мне кажется В магазинах В лавках Правильного питания Все это есть Что делать Если антитилакт ТПО Выше тысячи Ставим Диагноз Аутоиммунный Тиридит Соответственно Идем По протоколу По Аутоиммунному Воспалению В щитовидной Железы Асклеродермия Здесь подход Такой же Как и при Других Аутоиммунных Заболеваниях Может ли Примула Вечерняя Сбить цикл Вы знаете Я думаю Что Конечно Бывают Индивидуальные Какие-то Особенности Но в целом Нет Волосы На лице Если В излишнем Количестве Здесь Нужно Смотреть Обязательно Мужские Половые Гормоны Если Это Женщина Ребенок До крови Раздирают руки Все Обследовали Скорее всего Это Атопический Дерматит Как правило Он Чаще всего Вызывает Зуд Вот И Здесь Сейчас я Извините Заблокирую Товарища Здесь Нужно Все делать В принципе По такому же Протоколу Как и со Взрослыми Питания Исключение Воспалительных Продуктов Посмотреть Что с функцией Подсводочной Железы Что с желчным Что с печенью Что с кишечником Мавыше Еще я Рекомендовала бы Обратить внимание На позвоночник Обязательно Коллаген При беременности В принципе Вы знаете Нет противопоказаний В принципе Можно Но Просто Он Не так Необходим При беременности Как все остальное Например То без чего Нельзя обойтись Поливитамины Пренатальные Омега Та же Лецитин И так далее Посоветуйте Коллаген Я У меня прям Есть пост Ребята Который называется Препарат коллагена И там Я прям Для вас Сделала Выборку Аутоиммунная Тромбоцитопения Такое же Аутоиммунное Заболевание Как и все остальные Ко мне На прием Попасть Можно Ко мне На прием Ко мне В онлайн Академию Которая Вот-вот Уже у нас Стартует Кстати Ребят 5 апреля В ограниченном Количестве Людей Пациентов Мы берем В онлайн Академию Здоровья И стартуем 5 апреля Записывайтесь Пожалуйста Можно это сделать Вот тут Сейчас я Покажу Как это делается Смотрите Вот мой Аккаунт Да Вот мой Аккаунт Вот шапка Страницы В шапке Страницы Внизу Есть Тап-линк Вот он На него нажимаете И здесь Вам вся информация Онлайн Академия здоровья Марафоны Видеолекции Консультации Онлайн Консультации В клинике В клинике В Москве Консультации В клинике В Краснодаре Здесь Все 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 Есть Если Вы хотите Зарегистрироваться В Академию Здоровья Заходите Сразу На Зубарево Онлайн Так и Называется Аккаунт Зубарево Онлайн Плохо Видно Ну в общем Зубарево Онлайн Также Здесь Пишите В Вотсап Либо В директ Нашим Специалистам Они вам Помогают Отвечают На все Вопросы Все Очень Просто Вот Что ты Делаешь Ну вот Как видите Общаюсь С вами Фиброзно-кистозная Мастопатия Есть ли Гормоны В норме Что проверить Здесь Нужно Понимать Что Стало Опять же Причиной Того Что В организме Есть Повышенная Склонность К новообразованию Тем или иным Кистам Фиброзу И так далее Не может быть Это на ровном месте Всегда этому Есть причина Очень много Об этом В книгах Писала Индул-3-карбинол Я лично Не пью Потому что У меня нет Для этого Показаний Если Есть Показания В принципе Это Неплохой Препарат Который Конечно Он Немножко Более Такого Пролонгированного Действия Его нужно Пить Продолжительное Время Перманентно Но Он Эффективный Мое Отношение К гель-лаку Я тоже Писала У меня Есть Пост На эту Тему Гель-лак В принципе Это Такая Знаете Мера Если Эта Мера Не Постоянная И Не На 3-4 Года Выходите С гель-лаком То Неплохо Ситуационно В целом У меня Геля Нет У меня Ногти Не покрыты Ничего Можно ли Женщине Жить Без Секса Если Это Вынужденная Мера То Наверное Можно Но Не Очень Хорошо Для Женщины Это Смотря Вообще Какая Ситуация Мне Кажется Без Секса Жить Долго Не Надо И Нельзя Никому Вот Опущение Матки После Родов Как Помочь Себе Восстановиться Существуют Во-первых Различные Техники Мануальной Терапии Остеопатии Если Это Все Уже Не Эффективно И Стадия Опущения Запущенный Случай То Здесь Конечно Нужно Консультироваться С очным Доктором Про Кандиду Интересно Что Про Вагинальный Кандидоз Или Про Кандидоз Внутренних Органов Синдром Избыточного Дрозивого Роста Это Разные Немножко Вещи Как повысить Ферритин Для этого Нужно Понимать Уровень Изначально Железа Уровень Гемоглобина И Трансферина Ферритин Повысить За счет Препаратов Ферритин 7,1 Это Очень Очень Выраженный Дефицит Железа Что Девушки Девушки 22 Года При ТТГ 0,005 Это Гипертиреоз Судя Потому Что Вы Написали Избыточная Функция Щитовидной Железы И Здесь Нужно Конечно Очный Доктор Лечение Очного Доктора Так Дерматит После Отмены Кок Что это Может быть Такое Это Было Часто Ситуация Которую Я тоже Очень Много Раз Рассказывала С Акцентом Можно Лить Для Похудения Ребята Я Для Похудения Вот Именно Для Того Чтобы Похудеть Я Считаю Что Применение Любых Препаратов Синтетических Химических Аптичных Оно Не Обоснованно Похудеть Любому Человеку Поверьте Я Десять Лет Этим Занимаюсь Ежедневно Любому Человеку Если Немножко Просто Взять Себя В руки Изменить Образ Жизни Питания Распределения Продуктов В течение Дня Любому Человеку Похудеть Несложно Но Поверьте Я Еще раз Я Вижу Каждый День Десятки Пациентов На протяжении Многих Лет Я Ни разу В своей Жизни Я Не видела Человека Который Выполнял Определенные Протоколы Питания Лечения Соблюдал Интервалы И не Худел Я Не Видела Такого Ни разу Наша Академия Здоровья Существует Шесть Лет И за Эти Годы Мимо Нас В принципе С моими Врачами Специалистами Прошло Десятки Тысяч Людей Которые Хотели Которого Мы Видем Контролируем Отчеты Смотрим Если Он Все Делает Все Уполняет И не Безобразничает Ни один Человек Не остался Без Результат Ни один Темные Пятна В подмышках Локтях И в паху Что это Такое Скорее всего Это черный Акантоз Следствие Избытка Инсулина И глюкозы Следствие Нарушения Углеводного Обмена Чем Отличается НИПТ От скрининга НИПТ Это Неинвазивный Пренатальный Тест Который Делается Исследуется Венная Кровь А скрининг Это Исследуется Биохимия Совершенно Другие Фракции Альфа Фетопротеин ХГЧ И Бета Субстанция То есть Здесь Вообще Разные Вещи НИПТ Это Тест Который Показывает Вам Патологии Хромосомные Показывает Вам Пол Ребенка И вообще Никакого Отношения К скринингу Не имеет К сожалению В России Нет НИПТа В Как раз Таки Перечне Скрининговом При беременности Если На Академию Приходишь С результатом И анализом Вы назначаете Лечение Лечение Конкретно Мы не назначаем Мы назначаем Протокол Питания Лечебный И Помогаем Вам Скоординироваться По Нутрицептикам Помогаем Вам Скомпенсировать Дефициты Ну и плюс У нас Видео уроки Вы В принципе После прохождения Академии У вас не останется Неотвеченных Каких-то тем И вопросов Железо 44 Смотря какие Референсы У вас АСТ Высокие АСТ Это Показатель Печеночный Трансаминаз Печеночный Скорее всего Идет какая-то Нагрузка на печень Это такой Показатель Который Является Ну достаточно Специфическим Показывает Уровень Детоксикации Организма Уровень Работы Детоксикационных Органов Скажем так Академия Академия Стоит Если вы До Понедельника Регистрируетесь Академия Стоит 9900 Это Месяц Месяц Сопровождения Месяц Тренировок Месяц Наблюдения За вами Контроля Ассистентов И каждый День Отчитываетесь Что вы ели Как вы ели Вас проверяют С вами работает Психотерапевт Ведет вас Если вы Покупаете Два Курса Первый Второй Первый Месяц Второй Месяц Это идет Там большая Скидка Тринадцать С чем-то Тысяч Но это На самом Деле За месяц Тех услуг Которые В Академии Мы оказываем Это Настолько Немного Что Все вокруг Меня Уговаривают Повысить Цены Я все Стесняюсь И переживаю Что Это и так Дорого Но Другие Курсы Которые И близко Они стоят С нашим Продуктом Они Стоят В разы Дороже Поэтому В общем Из-за Лояльности К вам У нас Такие Цены Демократичные Ребята Саксенда Препараты Метформина Любые Другие Препараты Которые Способствуют Нормализацию Углеводного Обмена Они Не работают Без Вашего Участия Если Вы будете Принимать Тот или иной Препарат Колоть В живот Пить Капать Это Все В принципе Прекрасно Но Результата Никакого Не будет Может быть Вам будет Хотеться Меньше Есть Будет Снежен Аппетит Может быть Вы немножко Похудеете Но это Не решит Вашу Проблему С сахарным Диабетом С инсулино Резистентностью Понимаете Вы просто Ходите По парочному Кругу Занимайтесь Само Обманом Не будет Ситуации Когда Вы Колите Препарат Любой Из Вот Этой Группы Которую Я сейчас Сказала Или Принимаете Этот Препарат И Происходит Чудо И Вы Худеете На 20 Кг В месяц Такого Не бывает 90% Успеха В данном Случае Это Питание Вот Хоть Вы Меня Убейте В Академии Мы Работаем По Анализам Посредством Видео Уроков И Видеоматериалов Где Я Рассказываю Какие Анализы Какие Референсы Должны Иметь Как Компенсировать Дефициты Как Компенсировать Профициты В конце Обучения После Первого Прохождения Первого Курса После Прохождения Второго Курса В принципе У вас Уже Вопросов Не Остается Вредна Лазерная Эпиляция Смотря В каком Состоянии Ваша Кожа Есть Четкие Показания Противопоказания Ознакомьтесь С ними И не Ходите В разные Шарашкины Простите Пожалуйста Конторы А ходите В Специализированные Заведения В клинике Там Где Будут На Хороших Аппаратах Проводить Вам Доктор Который Имеет На Эту Квалификацию Проводить Вам Лазерную Терапию Просто Люблю Спасибо Это Очень Приятно Препарат Азимпик Для Сброса Веса Вот Все То же Самое Что Я Сказала Только Что Выше Да Препарат Блокирует Определенные Процессы Да Может Быть Вам Будет Меньше Хотеться Есть И Будет Снижен Аппетит Но Проблему С инсулино-резистентностью С нарушением Углеводного Обмена Не решается Не решается Эта проблема При климаксе Вы за гормоны Или за БАДы Вы знаете Смотря какая У женщины Ситуация Существует Гормонозаместительная Терапия Которая Опять же Имеет Свои Противопоказания Да Для женщин Если Этих Противопоказаний Нет И женщина Находится В климактерическом Периоде Я за Адекватную Гормонозаместительную Терапию Подобранную Для этой Женщины Индивидуально Правильно Ну и плюс Конечно Существуют Определенные Нутрицептики Для здоровья Кожи Волос Ногтей Костей И вообще В принципе Репродуктивной Системы Которая Вошла В климактерический Период Для нормального Состояния И функционирования Организма Такой женщины Они тоже Есть Почему Нет Ко всему Нужно Относиться Знаете Искать Такое Среднеарифметическое Ко всему Нужно Относиться С умом Ребят Если вы будете Бездумно Фигачить Гормоны Ничего хорошего Из этого Не получится Если вы будете Бездумно Фигачить Препараты Нутрицептики Я не знаю Там Кальций Бездумно Да Которые В принципе Не усваиваются Без Определенных Кофакторов Или Витамины Какие-то То есть Это тоже Не придет Ни почему хорошим Лео уже плачет Сейчас пойду к нему Покряхтывает Слышу Так Нужно ли удалять Папиломы на лице Тут Нужно Показаться Дерматологу Онкологу Который Оценит Состояние Всех Родинок Всех Папилом И вообще За этим Нужно следить Ребят Потому что Я знаю Очень много Ситуаций Когда Родинки Особенно В Расположении В таких Местах Когда идет Постоянная Травматизация Ткани Они Могут Малигнизироваться Они могут Доставлять Кучу Неудобств И Здесь Нужно Обязательно За ними Следить Показаться Онкологу Дерматологу Точно Чтобы вас Специальным аппаратом Посмотрели Витамин Д20 Это Дефицит Начинаем Где-то С 7000 Единиц На месяц Потом Переходим На 5000 Потом На 3000 Делаем Контроль И уже Решаем Вопрос С дозой Академия здоровья Дублирует ли Мои книги Это Совершенно Разные Вещи Книги Это Написанный Материал Академия здоровья Это Живое Общение Наши С вами Это Ежедневные Линейки Это Ежедневный Контроль Моих Ассистентов Над вами Это Врачи Диетологи Эндокринологи Гинекологи Которые С вами Занимаются Это Психотерапевт Который Вас Сопровождает Если У вас Что-то Не Получается Плюс Видео Уроки Лекции От меня От Наших Специалистов От Артема Толоконина Тренировки Тренер Который Помогает Вам Выбрать Физическую Нагрузку Триптофан Хороший Лебат Смотря Для чего Тут Опять же Нужно Понимать Он Неплох Если Вы Плохо Спите Он Неплох Если У вас Есть Зависимость От Сладкого Если Вы Не Можете Преодолеть Тяг К углеводам К сахару К сладкому Вообще В принципе У него Есть Противопоказаний Достаточно Много Но Он Скажем Так В целом Эффективен При Правильном Его Употреблении В сочетании С другими Препаратами Которые Нормализуют Углеводный Обмен Визанна Опасна Для Организма Вот То же Самое Азимпик Визанна Препараты Которых Вы только Что У меня Спрашивали Инъекционные Либо В таблетках Препараты Метформина Глюкофаж Сиафор Это Все Прекрасно В сочетании С Лечебным Протоколом Питания По Инсулино Резистентности Если Вы В такой Ситуации Едите Продукты Без Рекламента Если Вы Употребляете Различные Продукты В разное Время Не соблюдая Рекламент Не соблюдая Промежутки То Это Просто Обречено Все На Неуспех Считайте Вы Просто У меня Была Пациентка Я вам Рассказывала Их Очень Много Они Каждый День В принципе В той Или Иной В тех Или Иных Цифрах Ко Мне Обращаются Человек Принимает Глюкофаж Большой Дозировки 2000 То есть Тысяча Утром Тысяча Вечером 2000 На протяжении Пяти Или Семи Лет Она Приходит Ко Мне На Прием У нее Инсулин 80 При Норме Инсулина 7 8 Это Просто Верхняя Крайняя Граница У нее Инсулин 80 Я Спрашу Моя Хорошая Скажи Пожалуйста А зачем Ты Пьешь В такой Большой Дозировки Глюкофаж Препарат Метформина Она Объясняет Потому что Меня доктор Назначил А для Чего Для Снижения Инсулина Хорошо А у Тебя Инсулин 80 То есть Зачем Ты Его Пьешь Естественно Этот Препарат Не Будет Действовать Без Лечебного Протокола Питания Она У меня Сейчас Просидела Полгода На Протоколе По Инсулино Резистентности Мы Ей Далее Мы Восполнили Ей Дефициты Она У нас Сейчас С правильной Функцией Поджелудочной Железы Имеет Инсулин 7-8 И Минус 25 Кг За 5 Месяцев Поэтому Друзья Гипотириоз Аутоиммунотериодит Дисфункция Щетоидной Железы Поликистоз Нарушение Цикла Лишний Вес Инсулино Резистентность Сахарный Диабет Второго Типа Непереносимость Глютенолактозы Любые Проблемы Кожные Это все Эти Проблемы Мы решаем В онлайн Академии Здоровья Если Вы хотите Решить Проблемы Индивидуально Приходите На прием И Будем Решать Эти Вопросы С вами Индивидуально Но В принципе Для Думающего Человека Который Слышит И Понимает И Внимает И Умеет Работать С собой Академии Здоровья Достаточно Еще Раз Покажу Вам Вот Она Академия Здоровья Наша Зубарева Онлайн Сейчас Я Вот Так Сделаю Секундочку Простите Вот Зубарева Онлайн Видно Да Сюда Переходите Это Топлинк Нажимаете На Него Там Есть Ватсап Где Вам Ответы На Все Вопросы Сейчас У нас Сниженная Цена По Акции До Понедельника Вот И Можете Написать Директ В общем У нас Везде Там Ребята Сидят Отвечают На Ваши Вопросы У нас Очень Много Пациентов В этом Сезоне Потому Что Перед Летом Все Хотят Привести В Порядок Торопитесь Что Потом Не Говорили Что У Нас Не Хватило Для Вас Место В Краснодаре Веду Приемы В клинике Екатерининская Чем Заменить Миноксидил И Как С него Слезть Чем Плох Миноксидил Гормональный Препарат Который Улучшает Рост Волос При Андрогенной Аллопеции При В принципе Аллопеции Да И Очень Часто Мужчины Которые Страдают Излишнего Падения Волос Они Пользуются Миноксидилом Мужчины Женщины Кто-то Для Бровей Кто-то Для Ресниц Кто-то Для Волос Кто Как Может На самом деле Очень Часто Используют Препарат Что В нем Не Так Очень Большой Минус Существенно Как Только Ты Прекращаешь Его Принимать Волос Соответственно Выпадают Потому Что Это Не Решение Изначальной Идеологической Ситуации Причина А Решение Следствия Вследствие Чего У тебя Выпадают Волосы То есть Тут Нужно Понимать И Работать С причиной А не Со Следствием Понимаете Выпадают Брови Что Проверить Проверить Однозначно Функцию Щитовидной Железы Очень Часто Выпадают Брови Ресницы И Опять Волосы При Дисфункции Щитовидной Железы Хотя Посмотрите ТТГ Т3 Т4 Сухая Кожа После Загара Это Норма Кожа На Солнце Солнце Это Вообще Самый Опасный Фактор Влияния На Здоровье Нашей Кожи Очень Часто После Излишнего Загара Вы Обращаетесь К дерматологам И к онкологам С Какими-либо Проблемами кожными Из родинки Выросло Вдруг Что-то Непонятное То есть Я Очень Вас Серьезно Сейчас Хочу Призвать Следить За здоровьем Кожи В плане Бородавок Попелом И Родинок Потому что Очень часто Не замечаю Они Малигнизируются Они Малигнизируются Знакравенства Озлокачествляются Да И Мы Имеем С вами Потом Проблемы На ровном месте Серьезные Достаточно Поэтому Лучше За этим Следить Превентивно Редуксин Прописал Врач Можно ли Принимать Я уже Сказала По поводу Этих Лекарств Я против Категорически Я считаю Что без Редуксина Можно Спокойно Выйти В состояние Когда Не будет Хотеться Сладкого Не будет Хотеться Углеводов Не будет Хотеться Больших Порций Еды Я с этим Работаю 10 лет И точно Знаю Как Эти Механизмы Имеют Место Быть Как Они Работают И Происходят Ребенок Плачет Его Мама Да Памперс Меняет Да Я слышу Это Все В соседней Комнате Мама Меня Отпустила На Полтора Часа Ответить Пациентам И Провести С вами Прямой Как Вылечить Мигрень Вы знаете Тут Нужно Делать Опять же Дифференциальный Диагноз Мигрень Какая То есть Просто Болит Голова Когда Ты Излишне Переработал Или Не Выспался И Компенсируется Эта Мигрень Нивелируется С помощью Например НПВС Нестероидных Противовоспалительных Веществ Обезболивающих Это Одна Ситуация А Мигрень Которая Не Компенсируется Вообще И Не Нивелируется Никакими Препаратами НПВС А только Лишь Специализированными Препаратами Это Другая Ситуация Тут Нужно Понимать Какая Мигрень Очень Часто Пациенты Приходящие Приходящие Ко мне С Какими Либо Проблемами Я Не Невролог Чтобы Лечить Мигрени Я Не Могу Работать С Позвоночником Руками Как Это Делает Мой Отец И Снимает Эти Мигрени Я Просто Начинаю Наводить Порядок В организме В целом Складывать Как Я Уже Много Раз Говорила Этот Пазл Здоровья Из Маленьких Кусочков Вот И Человек Отмечает Что Через 3-4 Месяца Соблюдения Лечебного Протокола Питания Элиминационного Он Отмечает Что Мигрени Стали На 80% Менее Выраженными Так Уже Густая Кровь Что Делать Ребята Есть Для этого Доктор Который Называется Гематолог Создаете Анализы Ко Окулограмму И Соответственно Вам Назначается Лечение Если Оно Нужно Вот Отваливаются Липопиломы При Лечении Инсулино Резистентности Но Если Это Перманентная Соблюдение Протокола Питания Если Перманентно Низкий Уровень Инсулина Мы Контролируем И глюкозу В принципе Через Какое-то Время Да Мой Папа Принимает В Краснодаре Клиника Медиор Ребёночку Ребёночку Два дня Назад Исполнился Месяц Он Очень Сильно У нас Мучится Коликами Он Плачет Круглые Сутки На самом деле И ночью И днём И на улице И Он Такое Немножко Дает нам Конечно Ну Не могу Сказать Данила Просто Плакала Жутко Она Плакала До 7 Месяцев Она Ей Всё время У меня Видимо Ей за Может быть Было мало Молока Или Может У неё Такие Колики Были Жуткие Она Плакала Просто И днём И ночью И Когда Мы с ней Гуляли И на руках И Вот В общем Она Всё время Плакала Девьян Был Спокойный Может быть Потому что Он родился В США Ему Постоянно Я его Выводила Гулять На океан Он Дышал Этим Воздухом Как-то Более Спокойный Был Этот Период А вот С Лео Где-то Наверное Неделю Полторы Две Назад Начались Жуткие Колики И он Конечно Тоже Серьём Постоянно Плачет И Мы Полдня Я Полдня Мама Полночи Я Полночи Няня Вот Сегодняшнюю ночь Я его Вообще В принципе Забрала К себе Я пока Его никому Не хочу Отдавать Потому что Это прям Вот такой Малыш Ещё Мне хочется Чтобы он Был Со мной Всё время И Всю ночь Мы с ним Сегодня Были вместе Он Не спал Ни минуты Ребята Чтобы вы понимали Вообще Ни минуты Я сегодня Понимаю Что утром Надо работать И нужно Делать Какие-то Вещи Я понимаю Что я Вообще Не соображаю Потому что Не спала Ни минуты В общем Такой мальчик Ну ничего страшного Это всё Я всегда говорю Своим девчонкам Что это всё Проходящая ситуация К двум-трем месяцам Это должно всё пройти Вот Поэтому Мы У нас У нас Знаете Такой Это Дозор Два часа Ты Два часа Я Мы меняем Руки Чтобы не Ну руки Так уже Подкачались За месяц На самом деле Постоянно На руках Выносить Вот Почему у него колики Ребят Ну это нормальная ситуация У детишек У них Не Идеальное Скажем так Устройство Желудочно-кишечного Тракта У них сейчас Заселяется Правильным Микробиомом Да В зависимости От того Что мама ест И мама Кормит Грудью Либо Искусственное Вскармливание Заселяется Сейчас Тем или иным Образом Микробиом Кишечника Соответственно Любые Вздутия Любые Пученья Хловученья Опять же Желание Сходить в туалет У них Вызывает Вот такую Реакцию Он же Не может Об этом Сказать Он плачет Это нормально Не нужно Не нужно Из-за этого Переживать На меня ночи Не влияют Это все Ребят Фильтры На самом деле Я конечно Чувствую себя Не очень Не выгляжу Не так Как я привыкла Выглядеть Вот Но в принципе На моем лице Отражаются Наверное Эмоции Счастья И радости От того Что я стала Мамой В третий раз И это Просто Несравнимое Ни с чем Ощущение Счастья И Бесконечной Благодарности Богу Вселенной За то Что ты Можешь Держать Этот маленький Комочек Пусть орущий Пусть Пукающий Какающий Но это вот Маленькое чудо Которое Вырастет И доставляет Тебе Очень много Счастья И радости Как старшие Дети НСП Для детей Я К сожалению Не пробовала Не могу Ничего Об этом Сказать Очень много Сейчас говорят По поводу Того Что кормящие Мамы Не должны Держать Никакую Диету Я против Этого Все таки Я знаю Девчонок Которые Пьют вино Заедают Все это Креветками И Какими-то Аллергичными Совершенно Дикими продуктами Я считаю Что на АГВ Если уж Ты кормишь Грудью Ну Будь добра Как-то Все таки Соблюдать Какую-то Гипоаллергенную Диету Потому что Этот малыш Все в принципе Получит В том же Эквиваленте В котором Ты это Все съела Поэтому Спасибо Спасибо Ребят Большое Я буду Заканчивать Нужно Нам с Данилой Еще раз Пропеть Песни Повторить Нужно Демьяшке Уделить Немножко Внимание Всем Немножко Нужно Подчуть Уделить Внимание Взять Левого Хапку И пойти Опять Все Начни Спать Такой Вот у нас У мам Такая Вот у нас Участь Могли бы Вы посоветовать Психолога Для подростка В Москве Могу Есть Такой Прекрасный Психолог Напишите Мне в директ Посоветую Ко мне На прием Попасть Ребят С дочкой С сыном Просто У меня В шапке Страницы Есть Топлинк Есть Ссылка Нажимайте На нее И там Четко Онлайн Академия Здоровья Марафоны Запись На прием В Москве Запись На прием В Краснодаре Все четко Расписано Я сегодня Вышла Просто Потому что Вы меня Очень просите В директе Поотвечать На ваши вопросы И Без Какой-либо темы Просто С вами Пообщаться Пока Есть Сколько Минус 40 Мы с вами В эфире Пока есть Минус 40 Свободное Время Все Я вас люблю Спасибо большое Столько теплых Приятных слов Есть какие-то Конечно Неадекваты Которые Пишут мне Всякую Ерунду Я на это Не обращаю Внимания Потому что Вас Очень много Вы так Меня поддерживаете В личном аккаунте У меня личный аккаунт Это моя Отдушина У меня там Столько Просто Сообщений Ежедневно Я все Стараюсь Сама читать И Когда Леон не спит Я его на ручках Качаю Всю ночь Чтобы не уснуть И читаю Все ваши сообщения Там Очень много Слов Теплых Поддержки И я знаю Вы все Очень Такие Ну У меня подписчики На самом деле Самые лучшие Очень хорошие Все понимают Мою ситуацию Все меня поддерживают Понимают Как не просто С тремя детками Справляться Вот Поэтому Всего вам Тоже Доброго Счастья Вам На прямой эфир И будем с вами Как можно Глобальнее Обсуждать Какие-либо Вопросы Ну Может быть Придумаю Какую-то Интересную Тему Для вас И проведу Тематический Прямой эфир Или Кстати Я знаю Вам очень нравится Разбор Анализа В прямом эфире Можем Сделать С вами Разбор Спасибо Да Пошли мы Умываться Одеваться Памперсы Менять Купаться Все Всего Хорошего Я вас Очень Люблю И Всем Всего Самого Самого Доброго Субтитры